Друзья, я снова всех приветствую. Собрал я вот этот вот гигантский аппарат. Собрал я монстра. В этом видео будем его тестировать. Кто не знает, напомню, это подарок. Гигантский подарок от подписчиков. Владимир, огромное тебе спасибо. Машина пришла фактически в рабочем состоянии. Видимо от времени обгонная муфта от топлива раскисла. Было немножко ржавчины на двигателе. Возможно, она и подстерлась из-за этого. Я купил новую, переточил ее, потому что она немножко не подходила. В общем, чтобы не ждать, я просто с большего сделал меньшее. Там была гайка на 13, я сделал гайку на 12. В общем, кто знает, есть там такая маленькая обгонная муфта, с помощью которой можно запускать двигатель. Вот там находится это стартующее устройство. Сейчас мы его запустим и погоняем. Посмотрим, что за зверь такой. Здесь довольно большая мощность и довольно-таки дерзкий нитродвигатель. Машина довольно известная. Машина очень крепкая. Здесь металлические привода стоят. Ну и в принципе все здесь довольно-таки прочно. В общем, заводим и пробуем. Я думаю, тем, кто впервые смотрит про такие девайсы видео, будет весьма интересно. Для запусков у меня здесь уже все готово. Нам понадобится стартер. Также у нас есть пультик управления. Там внутри видно шевелится газа. Ну а колеса мы управляем колесами. Все как положено. В общем, вот так. Также помимо пульта и стартера нам понадобится заправка. Батарейка для подключения накала. Для начала заправим немного топлива. На канистре не было написано, то есть там было стерто. Но здесь должно быть довольно-таки приличное количество нитрометана. Процентов 20, я думаю, как минимум. А так в автомобилях до 30, по-моему, даже и больше процентов применяется. Подключаем накал. Вот так. И, собственно, заводим. Ну вот, друзья, машинка и заведена. Вот так, собственно, сие работает, друзья. Ставим на дорогу и погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 博мер Не ожидал я, что отвалится камера. Это просто жесть какая-то. Камера в пылю, вообще грязный корпус, просто жесть. Вот это тачка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Камера, кстати, без защиты, но здесь есть небольшое вот такое вот стекло для защиты. Но сама камера без корпуса. Вроде бы все нормально, все работает. Надеюсь, такие гонки вам понравились. Теперь несколько слов о том, что же это было такое. Друзья, это модель монстр трака. Судя по колесам и по кожуре, можно это определить. Модель 1 к 8. Здесь стоит, как в жаргоне его употребляют, нитродвигатель. Хотя я не знаю, может быть это уже стало правильным так его называть. На самом деле это калильный микродвигатель автомобильного исполнения. То есть здесь рубашка охлаждения довольно таки большая, потому что нет обдува винтом, как если в случае это с авиационными движками. В общем двигатель калильного типа, двигатель двухтактный. Мощность у него весьма высокая. Около трех лошадиных сил на 32-35 тысячах оборотов в минуту. То есть это на полном газе. Газ регулируется карбюратором. Все на радиоуправлении. Вся начинка скрыта внутри под вот этим вот чехлом. Автомобильные двигатели снабжаются фильтрами для того, чтобы очищать пыльный воздух и глушителем. Глушитель имеет давление, поэтому я не стал его снимать. А так очень хотелось попробовать погонять без глушителя, потому что орёт он тогда конечно в три раза громче, чем нежели то, что вы видели на видео. Хотя тоже было очень и очень громко. После каждого заезда, как я понимаю, машину нужно чистить. Она вот как видите очень грязная, вся в пыли. Колесики мягкие здесь такие вполне, чтобы можно было все эти кочки проходить. Как вы видели, она даже иногда врезается. Но ничего на той скорости по крайней мере с ней не происходит. Хотя я старался очень аккуратно. Также что из интересного, здесь регулируемые амортизаторы. Можно вытаскивать вот эти вот вставки. Вот, как видите, вставки я вытащил и машина немножко просела в этом месте. Автомобиль этот полноприводный. Также можете увидеть, здесь имеются тормоза и имеется рулевая машинка на переключение коробки передач назад. Нужно ее поменять, потому что она немножко подтормаживает и назад она переключается. Либо сама по себе на какой-то кочке, а в спокойном состоянии, когда нужно отъехать откуда-то, она не отключается. Раздаточная коробка здесь присутствует. В общем, все как в настоящем автомобиле. Я так понял, очень много можно ей заниматься, тюнить ее. Сцепление здесь специфическое, центробежное стоит. То есть на 8000 оборотов оно срабатывает и идет зацепление с вот этой вот главной шестерней. Кстати, можно заменой шестерней изменять передаточное отношение и делать машину более скоростной либо более резвой. Пробуем, сколько он весит при 3 лошадиных силах. Интересно узнать, какая же у него, так сказать, энерговооруженность. В общем, без корки, без кожуры, без этой весит 5,3 килограмма. Сколько весит корка? 5,5 килограмм. Все вместе даже с топливом. Там вот немножко топлива есть. То есть как бы получается... Мощность больше, чем половина веса автомобиля. Примерно как у Bugatti Veyron. То есть соотношение массы к мощности. Там 1000 лошадей, тонна 800. Здесь 3 лошади и 5,5 килограмм. Примерно то же самое. Друзья, у меня на этом все. Надеюсь, вам этот обзор понравился. На этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok